Здравствуйте! Голуби – это тоже бездомные животные, только в отличие от кошек и собак они не приносят в принципе никакого вреда экологии. Сизый голубь еще в древности был приручен человеком. Он и стал родоначальником разных пород, которых выводили сначала для еды, а потом их стали использовать для голубиной почты. Климат с холодными зимами не является естественной средой обитания для голубей. Кроме того, у голубей отсутствует сезонность в выведении потомства, и они выводят птенцов даже зимой. Поэтому можно сказать, что они находятся в таком же положении, как и бездомные кошки. И те, и другие не способны выживать без теплых укрытий и заботы человека. Обыватели любят рассказывать о голубях-небылице, что все они якобы заразны для человека, но зачастую это больше домыслы. У птиц, конечно же, могут быть болезни, которые могут даже передаваться человеку. Просто когда их кормить, и не стоит брать на руки. Считается, что если люди кормят птиц, то птицы расхолаживаются и не хотят уже добывать пропитание. В итоге голуби просто сидят и ждут, когда им люди что-то бросят поесть. И все-таки много людей голубей жалеют и считают, что зимой особенно их нужно не просто подкармливать, а регулярно кормить. И, конечно, желательно кормить голубей правильно. Кормить их лучше не хлебом или булкой, а пшеницей, просом, перловкой. И рассыпать ее лучше вдали от проезжей части. Когда наступает весна и появляется трава, считается, что голуби сами могут добыть себе еду, выщипывая траву и выклевывая зерна. Но оказывается, такой вариант питания еще страшнее того, когда их люди подкармливают. Ведь городские газоны поливают биоцидами, пестицидами, которые уничтожают сорняки, паразитов, вредных насекомых. И некоторые из этих поливок имеют высокий класс опасности. От такого питания у голубей начинается массовое отравление пестицидами, которое очень трудно лечится. Поэтому, как многие считают, кормить голубей нужно не только зимой, но и летом, тогда они не будут ходить по газонам, выклевывая траву и зерна, и не будут выходить на проезжую часть, собирая крошки. В цивилизованных странах регулирование численности голубей ведется с помощью подкармливания их крупой, смешанной со специальными контрацептивами для птиц, препятствующими размножению. Многие специалисты говорят, что все-таки нет никаких предпосылок, чтобы запрещать кормить голубей. Голуби действительно являются переносчиками разных болезней, однако за ними постоянно следят биологи и городские ветеринарные службы. И заразиться от уличных птиц довольно сложно. Такие заболевания, если и бывают, они единичны. Но следует помнить, что птиц нужно кормить правильно, ни в коем случае не хлебом, а зерном. И если угощать семечками, то только сырыми. Субтитры подогнал «Симон»!